А вы знали, что мэр Криворога отчитался за проделанную работу в 2016 году? А вот на официальном сайте исполкома Криворожского городского совета такой отчет имеется. Шикарный отчет с прекрасным названием «Будуемо Кривый Рих мисто розвитку та социального захисту». Я так понимаю, это выложили спич, который Юрий Григорьевич вещал на закрытом мероприятии со сценой театра Академия Движения. Почему закрытое? Потому что большинство СМИ нашего города не знали о происходящем. Прочитав отчет, я понял, что у нас все замечательно и город развивается неимоверными темпами. У нас все замечательно с экологией, больницами, строительством дорог, малым и средним бизнесом. А вот самое интересное, что бросилось в глаза, так это благодарность народным депутатам Константину Павлову и Андрею Гальченко. Цитирую. Благодарен народным депутатам за возобновление движения поезда Интерсити «Киев-Кривый Рог». Вот так вот получается. Ни Международная бизнес-ассоциация, ни созданная ею рабочая группа, ни общественность, ни даже Укрзалезныця. А именно народные депутаты, сами того, наверное, не зная, стали причастны к возобновлению движения поезда. Не такой сильный, как оказалось, Юрий Вилкул не может наказать своего подопечного. Вот такая отписка пришла Юлию Морозову на требование наказать первого заместителя мэра Кривого Рога Евгения Удода. Оказывается, не может наш мэр наказывать подчиненного. Полномочий нет. Днепропетровский облсовет в ответ на требования депутатов призвать к порядку коллегу депутата облсовета также ответил, что полномочий не имеет. Ну ничего, теперь ждем пятницы и заседание сессии, на которой будут рассматривать петицию по поводу все того же Удода. Петиция с требованием уволить заместителя мэра Кривого Рога с занимаемой должности набрала 500 голосов. Посмотрим, что получится. Может, городским депутатам хватит полномочий. Назад в Советский Союз. Торжественное открытие остановочного комплекса в Шахтерске. Правильно подметил Денис Казанский. ДНР встает с колен. На мероприятии присутствовали глава администрации города Шахтерска, его заместитель и жители окрестных населенных пунктов. Вы только задумайтесь, насколько все сложно, что главе администрации приходится пиариться на такого рода объектах. Что будет происходить, когда они больницу или детскую площадку открывать будут? Страшно представить. И от Кривого Рога Советский Союз недалеко ушел. 26-й год независимости, а мы до сих пор отмечаем День города в лучших традициях Северной Кореи. Стадион и махалки – неотъемлемая часть празднования Дня города. Что-то с креативностью туговато у нас. Ну, зато стабильно. На этом у меня все, дорогие друзья. Оставайтесь с проектом Собака Павлов, ставьте лайк и делайте репост. Увидимся на Эксперт КР.